Дорогие друзья, начну слово с религиозных организаций, которые, когда проводятся различные мероприятия, они приходят вместе с правительством, заседают, и получается, что они вместе с властью идут, или не так. У меня вот такой вопрос. И сейчас они должны сказать свое слово. Все религиозные организации, они не должны отмалчиваться. Когда народу хорошо, они вместе с народом получаются. А когда народу плохо, просто молчат, я считаю, это неправильно. Если людей будут репрессировать, получается, они также будут стоять в сторонку. Я считаю, это неверно. Они должны сказать, либо вы, митингующие, правы, либо вы, митингующие, неправы. Это будет правильно. Следующий момент – это по Тарпезникову. Недавно он в интервью на канале одном, в Ютубе, сказал, что нам не нужна дорожная строительная организация, как строители. Они лишь должны только обслуживать дороги. А как? Северо-западный район. У нас разве асфальтировано? Там, не знаю, процентов 10 может дорог в асфальте лежать. Южный район. Сколько лет уже мы ходим по этой грязи? Нету дорог. Так что я считаю, объектов для дорожно-строительной организации очень много. Ближайшие селы, районы наши. Он хочет что? Здесь, чтобы были только с медлами мы ходили, подметали дороги и все. А с других организаций, районов, других регионов к нам приезжали и делали у нас новые дороги. Я считаю, совершенно неверно. В таком случае мы просто останемся здесь обслуживающие, обслуживающие как организации, что ли, только с метлами. Когда Басан Батминович, он наращивал производство, приобретал технику, строительный материал, завозил все в республику, в Улисту и строил. У нас все было свое. Даже и квас, и пиво делалось, и хлеб. Следующий момент по Анатолию Васильевичу Казачко. Анатолий Васильевич, вам пора уже, я думаю, уйти. Пока предлагаю достойно уйти вон. Скажу еще, почему вы должны уйти. 20 лет примерно, насколько я почитал, вы у власти. Однако такие важные моменты, вопросы для жизни нашей республики и вашей республики, так как вы из Ешелтинского района, они не решались. Например, земли, которые не вернулись нам после возвращения из Сибири, они нет, и вопросов даже по ним не подняты. Хотя вы, Анатолий Васильевич, занимаетесь законодательной деятельностью. Следующий вопрос, это по нефти. Где наша нефть, Анатолий Васильевич? Где нефть всех этих людей, которые здесь собрались, которые дома сидят, которые работают, которые уезжают из республики, чтобы заработать? Когда она у нас здесь под ногами. Вы, как законодательный инициатор, должны были за 20 лет поднять этот вопрос. Бату Сергеевич, вопрос к вам. Бату-боты сейчас бегут впереди вас. Почему? У меня все, дорогие друзья. Монавка любит его. Саша, ну, как всегда, как всегда он остроумен. Бату-боты. Бату-боты. Бату-боту. Бату-боты. Госфей. Бату-боты. 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 Бату-боты.